Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот шикарную сумку из шнура 4 миллиметра, бамбуковых ручек и вот такого вот донышка. Сумка получается шикарная, она идеально просто держит форму, посмотрите. Цвет, кстати, можно выбрать любой. Сейчас у нас весна, скоро лето, можно использовать любые яркие оттенки, красные, оранжевые, желтые, розовые. В общем, смотреться эта сумка в любом цвете будет идеально и подойдет под любой гардероб. Вязала я ее из шнура 4 миллиметра, карамель дольче. Здесь у меня идет в мотке 100 метров и вес 200 грамм. Ушло у меня где-то 230 метров плюс-минус. И вот что у меня осталось от третьего мотка. То есть можно использовать его для любой другой сумочки, либо для корзинки, еще чего-нибудь можно придумать. В общем, все зависит от вашей фантазии. Итак, сумка получается очень вместительная. Я вам даже сейчас постараюсь показать. Посмотрите, там очень много места. Она достаточно широкая. И, кстати, можно ее носить также через плечо. Можно одеть вот такие вот два кольца карабина и на них одеть любую цепочку. То есть у меня вот здесь я для примера взяла обычная металлическая цепочка. Это 120 сантиметров, чтобы носить сумки через плечо. Они все идут стандартные. Шнур и ручки я покупала на сайте Пряжа Центр РФ. Ссылочку оставлю вам в закрепленном комментарии. Почему-то в описании она становится не рабочая, поэтому в закрепленном комментарии там будут все ссылки на магазины. Итак, три мотка шнура карамель дольче. В принципе, если захотите, можете уложиться и в два мотка. То есть просто сделаете чуть меньше прибавок вот здесь вот в самом начале, когда будете обвязывать дно. То есть у меня здесь есть дополнительные прибавки, которые можно и не делать в принципе. Вот если вы их не сделаете, можете уложиться и в два мотка. Но, соответственно, сумка станет немного меньше в объеме. Высоту вы точно так же сами решаете, какую высоту сделать. То есть вы можете сделать столько же рядов, сколько у меня. Можете сделать ее повыше, можете сделать ее покороче. То есть здесь все зависит от вашей фантазии. Носить сумку вам, поэтому решать все это вам. Дальше дно я заказывала на Алиэкспрессе. Ссылку я тоже вам оставлю и в описании, и в закрепленном комментарии. Размеры дна я тоже оставлю вам в описании. Полностью про все размеры сумки я рассказываю в конце видео. Обязательно оставлю их в описании, поэтому надеюсь избежать ненужных вопросов в комментариях. Ну, а если вам что-то где-то будет непонятно, обязательно пишите в комментариях. Всем отвечу, помогу. Еще такой момент. Цвет немного темный. И на видео мне показалось, что немножечко плохо видно, мне кажется, как вязать этот узор. Поэтому я оставлю вам дополнительно ссылку в описании. Чуть дальше в видео я тоже обязательно оставлю где-нибудь в этом или в этом углу. Эта ссылочка появится обязательно. Также я оставлю вам в описании тайм-код, чтобы вы не смотрели полностью все видео, а посмотрели именно, как вязать этот узор. Он, в принципе, вяжется очень легко, если вы поймете, как. В том видео цвет шнура намного светлее, ярче, и там более подробно это все видно, как, куда вставлять крючок, откуда вытягивать петельки. Ну и, в принципе, если просто вслушаться внимательно то, что я говорю, обязательно поймете этот узор и без всяких видео. Крючок для вязания я использовала четверку, можете использовать 3,5-4,5, каким вам удобнее будет вязать. Некоторые вяжут этот шнур даже пятеркой. Это все будет немного влиять на размер ваших елочек, то есть чем больше крючок, тем больше елочки. Поэтому здесь решать вам, чем удобнее, тем и вяжите. Это, наверное, все, что я хотела сказать. Если что-то забыла, если у вас появятся какие-либо вопросы, еще раз повторюсь, пишите обязательно в комментарии. Можете присылать мне фотографии того, что не получается, в личку в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте, где найдете. Все эти ссылки тоже есть в описании. Так что будьте внимательны, слушайте внимательно, смотрите внимательно, и у вас все получится. Смотрите, я уже начала ввязывать дно, чтобы показать вам, как распределять прибавки, потому что большинство не хочет смотреть, говорят, покажите, дальше мы сами. Если у вас такое же дно, как и у меня, то распределяем прибавки, смотрите, таким образом. То есть, вот здесь вот у нас есть ориентир, вот у меня ножка и начался поворот. Вот сделала прибавку, далее, чтобы в итоге наши косички прям плотно друг к другу не сидели, поэтому я здесь добавила один столбик одинарный. Далее у меня снова идет прибавка. После этого, опять же, чтобы наши косички не сидели слишком близко друг к другу, я сделала вот здесь вот два столбика и вот здесь вот этот центральный столбик, получается, отметила прибавкой. Здесь повторила в зеркале то же, что и здесь, то есть два столбика, прибавка, один столбик, прибавка. Вот здесь, смотрите, по прямой вы можете не делать вот эту вот прибавку. Я, грубо говоря, отметила центр своего дна вот этой вот прибавкой, то есть здесь у меня середина. Получается семь одинарных столбиков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прибавка и далее семь столбиков. Снова начинается поворот и точно так же здесь будем повторять, как и с этой стороны. То есть прибавка, один столбик, прибавка, два одинарных столбика, в центре вот здесь, в центральной дырочке прибавка, в зеркале повторили. То же самое повторяем, что у нас с этой стороны, повторяем вот здесь. В принципе, ничего сложного нет, сильно много прибавок тоже не нужно делать, потому что, опять же, ваши косички будут сидеть слишком плотно друг к другу, и ваша сумка пойдет в такую трапециообразную форму, то есть ваши бока не будут ровно стоять, они пойдут в стороны. Поэтому, смотрите, если вам, конечно, хочется именно такой вариант сумки, то есть чтобы ваши бока пошли в стороны, то без проблем делайте прибавки прям вот хоть в каждый столбик вот здесь. Моя сумка должна идти ровной, я хочу себе ровную, аккуратную сумку, поэтому я распределила прибавки вот таким вот образом. Крючки двух размеров, потому что, смотрите, четверка, она, в принципе, свободно проходит у нас, да, в дырочке, и вязать тоже достаточно просто, но прибавку, когда делать, четверка уже сюда не заходит, то есть наши дырочки растягиваются, поэтому именно прибавки и вообще обвязку дна я делаю три с половиной крючком. Теперь у нас идет, получается, по рисунку прибавка с этой стороны, вот таким вот образом, то есть в одно отверстие нашего дна мы провязали два столбика. Далее по рисунку, смотрите, идет один столбик, вставляем крючок, вытягиваем один столбик, далее идет прибавка. Первый столбик прибавки и в это же отверстие мы провязываем второй столбик прибавки. Видите, крючок очень туго заходит, хотя нить выходит очень легко. Теперь по рисунку у нас идет два одинаковых столбика, одинарных, раз, и в следующее отверстие провязываем два. Теперь вот он центральный столбик, в который нужно провязать прибавку. Первый столбик прибавки и сюда же вытянули второй столбик прибавки. Вот что у вас получается. Далее в зеркале нужно повторить с этой стороны то же самое. То есть два одинарных столбика, первый и второй. Прибавка, один и сюда же два. Одинарный столбик, раз, и снова прибавка. Первый столбик прибавки и сюда же второй столбик прибавки. Вот что у вас должно будет получиться. Далее по рисунку повторяем то же самое. То есть провязываем семь одинарных столбиков. Центральный мы делаем прибавку. Или не делаем, это уже зависит от вашего настроения. Если хотите, можете сделать. Если хотите, можете не сделать. Я таким образом отметила середину своего дна. Так, четыре. Пять. Шесть. И семь. Далее у меня идет прибавка. Раз. И в эту же петельку вытянула. Два. И вот здесь у меня, смотрите, осталось четыре последних отверстия. И вот три столбика я уже провязала. Итого семь. Провязываем до конца ряда. Четыре столбика. И будем ряд закрывать хвостиком. Кстати, забыла сказать. Не забудьте оставить себе хвостик для закрытия ряда. Чтобы у нас не было видно швов. Итак, последний столбик мы его не провязываем. Вытянули петлю для столбика. Рабочую нить придерживаем пальчиком. Берем хвостик, который мы оставили в самом начале. И провязываем последний столбик хвостиком. При этом вытягиваем нить полностью. Далее, смотрите, вот он самый первый столбик. И вот его вершина. С обратной стороны, то есть с изнаночной стороны, мы вставляем крючок под вершину. То есть вот отсюда. Захватываем наш хвостик. И вытягиваем его наизнанку. Вот что у нас с вами получается. Видите, такая незаконченная петелька. Далее, с обратной стороны у каждого столбика, сейчас я вот это вот все дело поправлю, у нас есть вот такие вот перемычки. Это петли, вот эти вот петли, галочки. Нам нужно вставить крючок, вот он наш незаконченный последний столбик, под эту перемычку и в середину вершины. Видите, вот таким вот образом. Далее, захватываем нить и вытягиваем наш хвостик снова наизнанку. И вот что у нас получается. Красивое, аккуратное, бесшовное соединение, которого не видно у нас ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. И вот здесь у нас не будет никаких бугров. Далее, переходим к вязанию первого ряда. В принципе, можно взять уже крючок номер 4 или 4,5. Здесь, в принципе, разницы нет особой сильной. Там полмиллиметра разница. И начинаем вязать первый вспомогательный ряд рисунка. Это будут у нас столбики без накида. Находим наш последний столбик. Видите, откуда у нас вышла нить? Так как нить у нас осталась рабочая с этой стороны, мы вставляем крючок вот таким вот образом в середину нашей вершины. Вот сюда. И с обратной стороны мы захватываем вот эту вот перемычку. Видите, вот эти вот перемычки мы тоже будем захватывать. Хвостик убираем, он нам больше не нужен. Берем рабочую нить и вытягиваем первую петельку. Провязываем первый столбик. Вот что у нас получается. Далее, снова в середину вершины следующего столбика мы вставляем крючок и сзади захватываем перемычку. Вот таким вот образом. Захватываем нить и вытягиваем на одном уровне с петлей на крючке. Провязали второй столбик. Далее следующий. Опять в середину вершины с обратной стороны под перемычку. Вот так вот проверяем это все дело. Вытянули на одном уровне с петлей на крючке и провязали. Вот таким вот образом мы будем вязать с вами до конца ряда. То есть, каждую вершину нам нужно провязать по одному столбику. Прибавки мы уже больше не делаем. Вот смотрите, я довязала до конца ряда. У меня осталась последняя петелька и последний столбик. Вставляю крючок, захватываю нить, вытягиваю петлю, но не провязываю. Рабочую нить убираю, беру свой хвостик и закрываю ряд хвостиком. Вытянула петлю. Далее вот он первый столбик, он наклонился и вот его вершина. Не перепутайте. Вставляем крючок под вершину с изнаночной стороны. Обратите внимание, как это выглядит с другой стороны. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Вот так вот у вас должно получиться. Далее перемычка и середина вершины. Вот так. Захватываем хвостик и вытягиваем. Вот что у вас должно получиться. Первый ряд готов. Теперь переходим к вязанию рисунка. Смотрите, хвостик убираем. Теперь мы берем рабочую нить, находим наш последний столбик, вставляем крючок вот таким вот образом в середину нашей галочки. То есть в раскол пополам раскалываем нашу галочку и вытягиваем петельку. Далее начинаем вывязывать нашу елочку. Смотрите, в основании вот этого столбика, из которого мы только что вывязали столбик, вот сюда, начало в самое. Вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем петельку. Вот такую вот длинную. Далее, вот у нас следующий столбик идет. Его мы пропускаем и находим, вот он еще один столбик. Третий получается. В основании этого третьего столбика мы вставляем крючок и вытягиваем петельку. Вот теперь у нас три петли на крючке. Нам нужно провязать их вместе. Вот у нас получилась первая елочка. Далее, немножко отодвигаем вот эту часть елочки. И вот здесь у нас открылся тот самый третий столбик. Нам нужно вставить крючок в середину этого столбика и провязать точно такой же столбик, как в самом начале. Вот здесь вот мы провязывали столбик в раскол. Вот такой вот раппорт рисунка. Елочка, столбик, елочка, столбик. Таким образом нам нужно вязать с вами до конца ряда. То есть еще раз смотрите. В основании того столбика, откуда мы вывязали сейчас с вами галочку, вставляем крючок, вытягиваем первую петлю длинную, следующий столбик мы пропускаем и в основание третьего получается. Вставляем крючок и вытягиваем вторую длинную петельку. Теперь все три петли провязываем вместе. Вот так вот у нас получилась вторая елочка. Отодвинули, вот здесь открылся тот самый третий столбик. В середину этого третьего столбика мы вывязываем с вами столбик без накида. То есть очередную галочку. Смотрите, если вам плохо видно и непонятно, как вязать этот узор, просто цвет почему-то на камере, он плывет как-то, это все рябит. Я не знаю, почему так, но в итоге немножко не очень получается видно, мне так кажется. Я надеюсь, что в итоге потом будет это все видно очень хорошо. Но на всякий случай у меня есть на канале несколько видеоуроков. Там я тоже вязала такой же узор, и цвет шнура там другой. То есть там намного лучше, это все видно подробнее. И если что, вот здесь в углу я ссылочку оставлю вам на одно из этих видео. В описании тоже оставлю эту ссылочку. Также оставлю тайм-код, чтобы вы не смотрели видео полностью, а сразу смотрели именно как вязать этот узор. Это если у вас возникли проблемы. В принципе, думаю, и так понятно, как вязать данный узор. Он очень простой, здесь никаких таких сложностей нет. И честно говоря, знаете, он только на первый взгляд такой сложный. Поэтому попробуйте. И поначалу, да, поначалу будет казаться, ё-моё, откуда это доставать, откуда то доставать. Но он действительно очень простой. Теперь, в принципе, провязываем до конца ряда самостоятельно. Никаких прибавок мы не делаем. Не забываем пропускать столбик между петельками для елочки. И не забываем провязывать вот этот столбик между ёлочками. Это самая большая и самая распространённая ошибка. Девушки забывают провязать. То есть вяжут ёлочки, а вот этот столбик пропускают. И потом это всё заметно становится только в следующем ряду. И приходится всё это дело распускать, потому что ёлочку в следующем ряду вязать некуда. Вот смотрите, подошли к концу ряда. Осталась последняя ёлочка. Мы провязываем её вот таким вот образом. Вытянули из предыдущей. И вот она самая первая ёлочка ряда. Вот в её основание мы вставляем крючок и вытягиваем второй. Дальше не провязываем. Точно так же убираем рабочую нить. Берём наш хвостик. И провязываем эти три столбика, три петли нашим хвостиком. Вот что у нас получилось. Находим самую первую вершину. Вот она. Вставляем крючок с изнаночной стороны под вершину. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Теперь смотрите. У нас вот здесь вот у ёлочки две перемычки, так как мы вытягиваем две петли. Вставляем крючок под обе перемычки и в середину вершины. Вот таким вот образом. Далее захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Теперь нам нужно поправить наш ряд. Вот таким вот образом. Аккуратненько это всё дело приподнимаем, выравниваем. И вот что у нас с вами должно получиться. Вот такой вот ряд ёлочки. Теперь переходим к вязанию второго ряда. И смотрите. Дальше ряды у нас не будут ничем отличаться. Они все будут такими же, как и второй ряд. То есть третий ряд мы вяжем так же, четвертый, пятый, шестой и все последующие ряды мы будем вязать точно так же, как и второй ряд. Находим, вот смотрите, мы закончили на вот этой ёлочке. Находим первый столбик, вставляем крючок в середину нашего первого столбика. То есть раскалываем наш столбик пополам. Вытянули петлю и провязали столбик. Далее провязываем косичку. В основании этого столбика, предыдущего, который мы с вами только что раскололи пополам. Вытянули первый столбик. Далее ёлочка это тот самый столбик, который мы с вами пропускали, когда вязали первый ряд рисунка. Теперь мы пропускаем эту ёлочку и вставляем крючок в основание вот этой вот галочки. То есть вот сюда, откуда у нас выходит эта галочка. Вытянули петлю и провязали столбик. Вот так вот. Далее отодвигаем нашу ёлочку. Вот у нас вылезла эта галочка. В середину этой галочки мы провязываем столбик без накида. Вот так вот. Далее повторяемся. В основании этого столбика, то есть откуда у нас выходит уже наша первая коса, мы вставляем крючок и вытягиваем первый столбик. Вот так. Далее ёлочку пропускаем. Вот у нас видно галочку. В основании этой галочки мы вставляем крючок и вытягиваем ещё одну петлю. Три петли на крючке, провязываем их вместе. У нас появилась вторая ёлочка. И заканчиваем раппорт. Отодвинули. Провязываем столбик. Вот так. Дальше, думаю, вы справитесь самостоятельно. Как закрыть ряд я вам показала. Как вязать этот узор я показала. То есть в следующем ряду, после того, как вы закроете ряд, вы поднимаетесь точно так же, как и вяжете, точно так же, как и вот этот второй ряд. Ещё раз повторюсь. Если вам не видно, ссылочку, напомню, я оставлю в описании вам под видео, где более подробно со светлым шнуром показано, как вязать данный узор. В принципе, сложности возникнуть у вас не должно. Но, если что, пишите в комментариях, я всем отвечу. Смотрите, у меня закончился моток. И я решила показать вам, на что хватает одного мотка в 100 метров. Вот такая вот высота сумки у нас получается. Давайте замеряем по сантиметрам. Высоту моя сумка получается ровно 10 сантиметров сейчас. Нам осталось прикрепить нить и продолжить вязать. Здесь ничего сложного. Я показывала несколько способов в шорцах. Поэтому, если хотите, можете перейти, посмотреть. Для начала нам нужно удлинить хвостик. Обрезаем нить от мотка. И вот таким вот образом я это делаю. Раз. И приклеила. Далее нужно убрать все вот эти вот торчашки. Кстати, то видео, где я показывала способы соединения шнура и трикотажной пряжи, вы можете найти в плейлисте вопрос-ответ. Вот так вот мы удлинили хвостик. Теперь я закрою ряд. И продолжу вязать, пока у меня там не закончится остаток. Вот так. Теперь беру остаток рабочей нити. Поднимаю новый ряд. И продолжаю вязать до тех пор, пока у меня не закончится нить. Потому что мне нужно, чтобы мое соединение осталось на изнаночной стороне. А если я сейчас присоединю, то может так получиться, что мое соединение вылезет на лицевую сторону, когда я довяжу до этого момента. Поэтому желательно предсказать. Так вот, смотрите, если я довяжу вот так, то останется мой шнур внутри вязания. Теперь присоединяем эту сторону. Так, осторожненько. Вот так. Вот и присоединили новый моток. Теперь немножко его размотаем и продолжим вязать. Ну вот, смотрите, я довязала свои 22 ряда рисунка. В высоту моя сумка получилась 20,5 см. Мне осталось только сделать красивую окантовку и привязать ручки. Теперь здесь все просто. Я довязала последний 22 ряд, закрыла его хвостиком. И теперь окантовку буду делать соединительными столбиками. Вставляю крючок в одну из вершин, самую ближнюю к моей рабочей нити. Захватываю нить и вытягиваю петельку. Дальше все просто. Вставляю крючок в следующую вершину. Это как раз вершина, которая у меня закрытая хвостиком. Захватываю нить. И теперь у меня две петли на крючке. Я протягиваю эту через предыдущую. Вот такими соединительными столбиками я обвяжу по всему краю. То есть, каждую вершину по одному соединительному столбику. Сильно столбики не затягиваем, чтобы у нас макушку не стянуло сумки. Также сильно слабо тоже вязать не советую, иначе будет это все не очень красиво смотреться. Вот так вот до конца ряда. Думаю, с этим вы справитесь самостоятельно. Здесь ничего сложного нету. Обычные соединительные столбики. И вот как это будет выглядеть по итогу. Вот я довязала ряд до конца. Уже обрезала нить. И у меня остался последний столбик. Сделаем соединение. Хвостик здесь нам не нужен. Мы делаем соединение рабочей нитью. И вот смотрите. Вот она наша первая соединительная петелька. Под нее сверху вниз мы вставляем крючок. И захватываем наш хвостик. Вытягиваем его вниз. Вот что у нас получается. Далее. Изнутри. Последний столбик. С изнаночной стороны мы вставляем крючок под вершину. И выходим вот здесь вот в середине последней петельки. Захватываем нить. И вытягиваем его наизнанку. И вот что у нас с вами получается. Красивое бесшовное соединение. Вот с этой стороны у нас осталось два хвостика. Мы их связываем. И потом прячем вязание. С этим думаю вы справитесь самостоятельно. Это очень просто. И теперь давайте начнем обвязывать ручки. Для начала нам нужно оставить небольшой хвостик. Примерно метр. Он нам понадобится для привязывания ручки. Теперь берем одну из ручек. И вот таким вот образом мы одели ручку на крючок. Здесь захватили нить. Вытянули. Придерживаем все это дело. И провязываем столбик. Вот так это будет выглядеть у вас. То есть здесь хвостик у нас не закреплен. И вот рабочая нить. Дальше размотаем немножко побольше моточек. И продолжаем вязать. То есть заводим крючок под ручку. Захватываем нить. И провязываем первый столбик. Вот так. Аккуратненько подтянем, чтобы ничего не распустилось. Далее заводим крючок снова под ручку. Захватываем нить. И провязываем еще один столбик. Второй. Все это дело хорошенько подтягиваем друг к другу, чтобы у нас вот здесь не было никаких просветов. Два столбика провязали. Осталось 18. В общей сложности нужно провязать таких 20 столбиков. Вы можете провязать свое количество. То есть если 20 вам мало, можете провязать больше. Если наоборот много, можете провязать меньше. Обязательно следите, чтобы нить не перекручивалась. Чтобы петельки были красивые, аккуратные. И после того, когда вяжете свое количество столбиков, или так же, как у меня 20, обрезаем нить. И то же самое повторяем со второй ручкой. Обвязала я обе ручки. По краю у вас должно получиться 20 вершин. Можете их пересчитать, чтобы себя проверить. Обрезала нить и вытянула ее. Не переживайте, мы потом ее спрячем в вязании, когда пришьем ручку. Со второй ручкой проделала то же самое. Точно так же оставила хвостик метр-полтора. Провязала такое же количество столбиков. Обрезала нить и точно так же протянула ее через вершину последнего столбика. Теперь осталось определить место, куда будут крепиться ручки. Снова ориентируясь по ножкам сумки, поднимаюсь вверх по рисунку и устанавливаю маркеры вот в этом вот месте. Сначала установлю один маркер напротив первой ножки, а потом повторяю то же самое и устанавливаю по рисунку также второй маркер напротив другой ножки. Вот так вот. Теперь давайте примерим ручку. Подошла она идеально с первого раза. У меня осталось по одной вершине с каждой стороны между ручкой и маркером. Теперь хвостик вытягиваем на эту сторону. И давайте покажу вам, как мы будем привязывать ручки. Прикладываем ручку к полотну сумки, придерживаем ее и поворачиваем сумку к себе. Вот таким вот образом, чтобы нам было удобнее. Теперь находим самую первую вершину, вот она, и вставляем крючок внутри сумки так, чтобы он вышел возле этой вершины. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку вот таким вот образом. Вытягиваем нить полностью, вот так. Теперь соединительными столбиками будем привязывать ручку к полотну сумки. Привязывать мы будем за вершины. Вот таким вот образом вставляем крючок за первую вершину. Выкладываем ручку ровно посередине. Проверяем, чтобы противоположный край, вот этот вот, никуда не уехал. У нас стояло все ровно. И теперь захватываем нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Вот так вот первая петля есть. Дальше соединительными столбиками проходимся по всей ручке. Обязательно, кстати, следите за этим краем, чтобы он не уехал вот сюда или вот сюда. Поэтому придерживайте все это дело и обязательно следите за ручкой. Далее в следующую вершину мы вставляем крючок вот таким вот образом. И прокалываем крючком полотно там, где он проходит. То есть нет никакой определенной схемы. Самое главное в этот момент следить за ручкой, чтобы она у нас никуда не уехала. Придерживаем ее хорошенько. И теперь захватываем нить, вытянули петлю и провязали соединительный столбик. Далее все повторяем. Находим следующую вершину. Вот она, вставили крючок. Сначала в вершину, далее выкладываем ручку, чтобы она никуда не уехала. И прокалываем полотно сумки там, где заходит крючок. Вот так. Далее захватываем нить и пытаемся вытянуть новый столбик. Вот так. Сделать это немножко сложнее, потому что каждый раз наш крючок заходит в разные места. Где-то он входит туго, где-то проходит легко, как в масло. В общем, вот таким вот образом соединительными столбиками нам нужно провязать до конца ручки. Обязательно придерживайте ее, чтобы она у вас никуда не съехала. Именно в тот момент, когда вы прокалываете полотно. Итак, я довязала до конца, точнее я привязала одну ручку и уже начала привязывать вторую. И на примере второй ручки я покажу вам, что делать с ниточками. Вот у меня осталась последняя вершина, откуда у меня торчит мой хвостик. Вставляю крючок в эту вершину. Захватываю нить. Провязываю последний соединительный столбик. И вытягиваю хвостик. Вот так вот у вас должно получиться. Будет торчать два хвостика. Теперь с изнаночной стороны нам нужно вставить крючок в одну из елочек. Смотрите, так, чтобы захватить наш хвостик. Вытянули один хвостик наизнанку. Теперь также с изнаночной стороны мы вставляем крючок немного в другое место. На елочку повыше, либо в другую петельку, чтобы с обратной, с изнаночной стороны у нас вот здесь был промежуток, чтобы связать наши нити и ничего у нас не вылезло. То есть закрепить. Вот таким вот образом это у нас будет выглядеть. Теперь нам осталось спрятать все наши ниточки. С этой стороны тоже. С обоих сторон. После этого отпариваем нашу сумку, поправляем все петельки и хвастаемся результатом. Ну и вот, собственно, все. Моя сумка готова. Я спрятала все свои ниточки. Вот так вот она у нас выглядит внутри. Красивая, вместительная. Она шикарно держит форму. Вот так вот она у нас выглядит снизу. Вообще идеальная сумка. Я прям очень рада, что я все-таки решила сделать этот мастер-класс. Мне очень она понравилась. Я ее себе оставлю. Я любитель таких сумочек без замочков, без ничего. В принципе, если хотите, можно здесь какую-то кнопочку сделать, но мне такое не нравится, поэтому я ее оставлю именно так. Теперь смотрите по размерам в ширину, то есть вот здесь, вот в этом моменте, да, не складывая пополам, а вот как есть. У меня получается 26,5 сантиметров. Далее высоту у меня здесь от начала сумки, получается, от начала рисунка до самого конца. У меня здесь 21 сантиметр. И вот здесь вот получается от начала ручки до конца сумки 29 сантиметров полностью. Ушло у меня 230 метров шнура 4 миллиметра. Я использовала вот такой вот шнур, карамель Дольче, получается, это 4 миллиметра. Здесь в одном мотке длина 100 метров, вес 200 грамм. Цвет называется шпинат. Вообще цвет шикарный, прям такой темный, зеленый, блин, подходит под любую погоду, под любой наряд. В принципе, на лето можно сделать яркие сумочки оранжевого, желтого, зеленого яркого цвета, и все это будет смотреться супер. Ну и, наконец, спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Ну и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok